В эфире программа День города. Здравствуйте! В студии Анна Герцовская. Моя коллега, репортер телекомпании «Город», готова познакомить вас с новостями нашего региона. И сейчас коротко о главном. Небо России и битва на Вожжи. Как пройдут предстоящий фестиваль и уникальный праздник в этом году. Увеличат пенсии, сэкономят на спецодежде. Алкоголь разрешат продавать только по новым акцизным маркам. Главные законы августа, которые вступили в силу. О том, когда после капитального ремонта хуже, чем до него. Жильцы, которые столкнулись с такой проблемой, обратились к мэру города. По традиции, с началом нового месяца вступают в силу изменения в законодательство. С 1 августа жизнь многих россиян изменится. И в первую очередь вопрос касается работающих пенсионеров и бизнесменов. Подробности в материале Алены Куколевой. Работающие пенсионеры начнут получать повышенную пенсию. С 1 августа пенсии работающих пенсионеров могут увеличиться более чем на 222 рубля. Но не у всех. Это максимальная прибавка, которую можно будет получить в этом году в результате традиционного ежегодного пересчета. Для этого достаточно было в 2016 иметь зарплату около 20 тысяч рублей в месяц. И чтобы работодатель платил взносы в социальные фонды. Стоит отметить, что коррекция – это не индексация на уровень инфляции, которую выплачивают неработающим пенсионерам. Бизнес экономят на спецодежи для сотрудников. С 1 августа экипировку для своих сотрудников, а также средства индивидуальной защиты компании и индивидуальные предприниматели смогут покупать за счет средств фонда социального страхования. Но только при условии, если они изготовлены из отечественных тканей и материалов. Правда, страховое возмещение работодателей получат не сразу, так как о возмещении расходов можно подать заявку не ранее 2018 года. Малый бизнес уравняют с крупными компаниями. С 19 августа компании и индивидуальных предпринимателей уравняют в правах. Правила определения начала и окончания налогового периода при создании, ликвидации или реорганизации компании будут распространены и на индивидуальных предпринимателей. В России появится новая алкогольная марка. 31 июля стал последним днем, когда можно было смело продавать алкоголь со старыми акцизными марками. До этого срок их действия заканчивался 1 сентября 2016 года. Но по просьбе компании, которые занимаются оборотом и розничной продажей алкоголя, ограничения отложили на один год. Также перенос был нужен еще для того, чтобы успеть напечатать нужное количество новых акцизных марок, так как нехватка могла привести к остановке поставок импортного алкоголя. Прокуратура, как последняя инстанция в борьбе за справедливость, занимается многими проблемами в самых различных сферах деятельности людей. На наболевшие вопросы сегодня ответил областной прокурор Олег Черныш. Пресс-конференцию прокурор области провел сразу после коллегии по итогам полугодия. Вопросы возникли уточняющие относительно обманутых дольщиков, защиты прав предпринимателей, обеспечения сирот жильем и капитальному ремонту. Прокурор области в очередной раз подчеркнул – вопросы на ежедневном контроле. Работа над каждой проблемой ведется. Первый вопрос, который к нам поступил, поступают ли жалобы от жителей Рязани и области на проведение капремонтов, поскольку известно, что сейчас идет несколько судов по искам жильцов в связи с недовлетворительным качеством ремонта и серьезными нарушениями технологий. Если да, то проводила ли прокуратура проверки в данной сфере. Ну, уважаемые коллеги, я вам скажу так. Во-первых, с того момента, как сама идея-то возникла создание такого фонда в стране, органы прокуратуры, не только в Рязанской области, а по всей стране, осуществляют надзор в этом направлении. Тем более, вы сами понимаете, что там, где бюджетные деньги или деньги граждан, тем более, естественно, могут быть и злоупотребления, и хищения, и все, что не угодно. Поэтому мы с самого начала осуществляем надзор на этом направлении на постоянной основе. На постоянной основе и раз в квартал по нашим правилам, которые мы сами для себя установили, мы обобщаем эту работу. В том числе, буквально вот к четвертому числу у нас срок для всех районных прокуратур, которые нам предоставят информацию, чего они наработали за предыдущий квартал в сфере надзора на этом направлении. Но, уважаемые коллеги, вы должны понимать, что прокурорских работников, оперативных у нас меньше 300 человек на всю область. И вы все прекрасно знаете и слышите, и видите, какими вопросами мы занимаемся. Всем, что только возможно. Поэтому мы охватить, естественно, сами все не можем. Когда у нас на плановой основе что-то делается, мы выборочно там или выборочно, или в полном объеме проверяем что-то. А вот так на постоянной основе, конечно же, здесь нужна и ваша помощь, и помощь граждан. Когда есть сигналы, мы точечно выходим на эти объекты, привлекаем специалистов, поскольку мы не строители, мы с правовой точки зрения даем оценку тем или иным действиям и результатам работы на этих направлениях. И поэтому от вас ждем сигналов, и мы всегда на них реагируем, и тем более, когда обращаются к нам люди. Прокурор области обратился к гражданам с призывом внимательнее разбираться в проблемах и терпимее относиться к процессу их решения. Правоохранительные органы о проблемах знают, видят. Но не всегда решить тот или иной вопрос можно одним махом. В спорном вопросе, касающемся капитального ремонта, столкнулись две стороны. Рязанки, которые остались недовольны выполненным ремонтом, провели тихий пикет около здания городской администрации и записались на прием к мэру города Олегу Булекову. О том, как отреагировали представители власти, на происходящее расскажет Валерий Седов. Кто бы мог подумать, что капитальный ремонт обернется настоящим кошмаром. Однако именно так и произошло с жительницами квартир по улице Ломоносова и улице Космодемьянской. Хозяйки этих квартир живут в ужасных условиях. Рушущиеся стены, промерзающие зимой комнаты – это только часть проблем. В конце июля хозяйки этих квартир, Любовь Черныш и Марина Гаранина, решили пойти на крайние меры. Они устроили пикет у здания администрации. Правда, не в классическом его понимании. На этот шаг их толкнули бесконечные отписки от разных служб города. Вы знаете, сколько я не пыталась? Зимой в отпуске, весной в отпуске, летом в отпуске. Когда они бывают в отпуске, вообще не знаем. Заместители принимают, да, говорят, мы вас понимаем. Вот как бы если будет застройщик какой-нибудь интересный, да, допустим, вас расселят. Ну а если нет, то ждите. Участников пикета должно было быть больше. Правда, 31 июля жители других домов, которые также решили поддержать идею, попросту не пришли. В следующий раз придем сюда обязательно с плакатами, соберем всех наших соседей, которые также пострадавшие, как и мы. И будем буквально здесь митинговать. Устроим голодовку и прямо вот здесь будем ночевать. Проблемами этих домов заинтересовался и наш телеканал. Мы решили спросить мнение администрации на этот счет. В соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации, жилые помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма могут быть предоставлены гражданам, признанным малоимущими, в порядке очередность по дате постановки таких граждан на учет. В ней очередное право предоставляется гражданам, чьи помещения в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат, или гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний. Многотетная семья Гараниных ни под одно из этих определений не подходит. Поэтому они стоят в общей очереди на переселение. Администрация не оставляет эту семью без внимания. В 2015 году им выделили участок земли в 750 квадратных метрах в селе Букрино. Данная семья находится в поле зрения администрации. Начиная с 2008 года мы предоставляем им различные меры социальной поддержки, ежегодно материальной помощи, вещевая, благотворительное питание и ряд других мер. С домом на улице Ломоносова дела обстоят точно так же. Основная проблема в том, что в ремонте нуждается именно квартира, а не дом. Поэтому многие ремонтные работы, такие как замена фундамента, ремонт крыши и несущих стен, выполнить попросту невозможно. Если заявитель считает, что квартира, в которой она живет, непригодна для проживания, первое, что она может сделать, это обратиться в межведомственную комиссию с заявлением о признании помещения непригодным для проживания. Этот вопрос будет рассмотрен, и если есть основания, подтверждающие непригодность для проживания, у заявителя появляется право на внеочередное предоставление муниципального жилищного помещения по договору социального найма. Со времени капитального ремонта в квартире Любови Черныш в межведомственную комиссию она больше не обращалась. С тех пор прошло два года. Признания только одной комнаты из четырех непригодной для жизни недостаточно. Чтобы дом признать аварийным, нужно общее заключение эксперта. Такого у жителей дома по улице Ломоносова тоже нет. Пока что участницы тихого пикета записались на прием к мэру города Олегу Булекову. Мы будем следить за развитием событий. Следующий спорный вопрос, который разгорелся в нашем городе, также касается коммунальных проблем. Ранее мы рассказывали, что на улице Островского сразу в двух домах жители на протяжении многих лет страдают от прорывов канализации в подвалах. И теперь на их проблему ответили представители управления энергетики ЖКХ города Рязани. С первого взгляда дома номер 27 и 32 на улице Островского ничем не примечательны. Однако почти каждую неделю здесь прорывают канализацию. В домах стоит ужасный запах, который разносится по всем квартирам. Жителям первых этажей приходится тяжелее всего. Здесь запах чувствуется особенно остро. Тем более летом. В этот сезон находиться в квартире просто невозможно. Подвалы домов выглядят словно кадры фильмов ужасов. В одном из домов канализационная труба стоит на двух кирпичах. Неизвестно, кто ее так установил. Запах в подвале стоит ужасный. И находиться там долгое время невозможно. В другом доме без резиновых сапог в сам подвал спуститься не получится. Жильцы уже не раз обращались в управляющую компанию. К сожалению, никакой пользы это не принесло. На все ответ один. Денег нет. Наш телеканал отправил запрос в управление энергетики и ЖКХ. Заместитель начальника Галушкин Александр рассказал, какие меры принимаются в отношении этих домов. Начали разговор с дома номер 32. Управляющая компания Техребетсервис в связи с тем, что частые засоры принято решение в ближайшее время, ну в течение августа, да, произвести ремонт внутренней системы канализации. В доме 27, а именно в третьем подъезде, проблема также решена. 22 июля закончены работы по замене трубопровода канализации, порядка 10 метров, который уходит в дворовую канализацию. Поэтому сейчас проблема в третьем подъезде решена. По словам Александра Галушкина, частые прорывы канализации происходят не столько из-за технических проблем, сколько из-за самих людей. На эти дома очень часто жалуется не только управляющая компания. Жители этого дома, ну, не очень хорошо пользуются канализацией. Культура, каждый так, оставляет желать лучшего, потому что в канализацию сбрасывают и твердые бытовые отходы, поэтому периодически она засора происходит в канализации. Все меры необходимые принимаются, в том числе откачка стоков из подвала и с последующей санитарной обработкой. В доме номер 27, корпус 1, этой проблеме нашли решение. Ежемесячно с жильцами старшая по дому проводит постоянные беседы, где объясняет правила пользования канализацией. А в каждом подъезде развешаны специальные памятки. Поэтому можно смело заявить, что наравне с техническими проблемами виноваты и сами жильцы. До начала фестиваля «Небо России-2017» осталось меньше недели. Чемпионат России, 40 пилотов и красивейшие виды с высоты птичьего полета ожидают рязанцев в ближайшее время. Погрузиться в сказку и застать невероятное зрелище такую возможность ежегодно в августе предоставляют рязанцам воздухоплаватели. О программе мероприятий в следующем материале. 15-й юбилейный фестиваль «Небо России-2017» станет самым крупным за историю своего существования. Впервые в истории фестиваля в Рязанской области состоится чемпионат России по воздухоплавательному спорту. У каждого будет такая штука. Я уже рассказывал. Да, соответственно, включается. У нас есть спортпункт управления. Он уже опробирован. Мы уже ставили в ряд их 4 на 7. И, соответственно, пускали так, как запланировано. То есть там есть целый алгоритм действий. Это с краев к середине идет одновременная волна, когда идет свечение шаров. Потом по спирали все закручивается. Потом разыгрался воображение. И думали там ром, всякие валы прочные. Все это сложно, потому что нужно будет видеть сверху. Единственное, на чем мы остановились, это мы будем делать буквы. То есть будет посылаться сигнал, мы сделаем «Небо России Рязань». Это потом должно склеиться в одну большую фотографию, но и должно получиться красиво. Ни для кого не секрет, что именно Рязань является основателем традиции проведения воздухоплавательных фестивалей. В мае 1990 года по инициативе Льва Маврина состоялся первый в России фестиваль. В Рязани ежегодные праздники неба стартовали в 2007 году и с тех пор весьма полюбились пилотам из разных уголков страны. За годы существования фестиваля воздухоплаватели немалый вклад внесли в развитие современной науки. За шесть лет полетов получены детальные фотографии как географических, так и историко-археологических объектов, в числе которых древние городища, старые заброшенные усадьбы, выявлены участки, которые перспективны для поиска следов древних поселений человека. Фотографии отражают природные ландшафты, встроенные в него хозяйственные объекты. Обработка их позволяет вести мониторинг изменений природной среды на фоне меняющегося климата и воздействия человека. В последнее время особый упор сделан на картирование заповедных территорий, требующих детального изучения и охраны биологического разнообразия природных экосистем. Надеюсь, что в этом году фестиваль воздухоплавания позволит нам решить новые научные задачи в исследовании поймы древней оки. А в перспективе мы сможем исследовать течение окини в пределах не только Рязанской области, но и на всем ее течении от Орла и Калуги до Нижнего Новгорода. Это не так. 40 экипажей из 12 регионов страны в этом году в течение недели будут проплывать над Рязанской землей. В соревнованиях регион представят Александр Маврин и Владимир Ермаков. Но не стоит забывать, что кроме спорта, фестиваль – это еще и, как всегда, волшебное зрелище. В художественном музее работает фотовыставка «Красота планеты Земля», приуроченная к фестивалю. На ней представлены 53 самых красивых снимка за историю фестиваля от 17 авторов из частной коллекции Льва Борисовича Маврина. С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте Федерации воздухоплавательного спорта Рязанской области, а также в социальных сетях. Телекомпания «Город» будет держать своих телезрителей в курсе об изменениях в программе и главных, самых зрелищных событиях. 8 августа ровно через неделю в Монастырском саду возле Рязанского Кремля в 18 часов откроется фестиваль «Небо России-2017». Ночное свечение шаров и полет на фоне Кремля и заката. Пропустить такое недопустимо. Еще один большой фестиваль, который является визитной карточкой нашей области, пройдет в субботу. Самая большая реконструкция региона – битва на Вожжи. Каждый год собирает туристов из десятков регионов. Какая программа ожидает рязанцев и гостей области, знает Алена Куклева. 5 августа на территории села Глебово, городище Рыбновского района, состоится 15-й межрегиональный военно-исторический фестиваль «Битва на Вожжи». Он посвящен 639-й годовщине победы русского войска над Золотой Ордой. Фестиваль проводится ежегодно. Начиная с 2003 года является самой масштабной исторической реконструкцией на территории региона. В этом году участие в фестивале примут свыше 20 военно-исторических клубов из Рязани, Тулы, Москвы и других городов. Ознакомиться с бытом и вооружением русских и монгольских воинов XIV века, побывать в лагерях обоих сторон, испытать свои силы в метании легких копий и стрельбе из лука, обучиться основам верховой езды и поучаствовать в молодецких забавах. Это и многое другое ждет участников и гостей фестиваля. Центральным событием фестиваля станет централизованное представление былых времен нетленной страницы. У нас в этом году особый акцент на тетрализованном представлении под названием «Былых времен нетленные страницы», где будут рассказаны знаменитые рязанские былины, будет рассказ о былинных героях. У нас сотни волонтеров, которые будут принимать участие непосредственно в представлении. Кульминацией тетрализованного представления станет историческая реконструкция Ворской битвы. Благоустройством одной из старейших зон отдыха горожан парка Гагарина занялись в середине прошлого месяца. Очередным этапом на пути создания идеального прогулочного места стало открытие спортивной площадки, на котором побывала Марина Комиссарова. Новый спортивный объект – плод совместных усилий общественности и власти. Члены воркаутского движения «Рязани» выступили с инициативой проекта «Спортивные площадки рядом с домом». Власти откликнулись, поддержали идею молодых спортсменов, закупили спортивный инвентарь и провели субботник. Спортивный комплекс включает в себя систему турников, брусев и колец. Комплекс заполнен шведской лестницей и рядом других элементов, которые позволяют выполнять самый широкий круг спортивных упражнений на все группы мышц. Это изготовлено на территории Рязани. Таким образом, проект решает сразу несколько задач. И приобщение жителей к здоровому образу жизни, и поддержка местных производителей. Если люди видят, что их слышат, что их интересы учитывают, и что им дают возможность самореализации, то, конечно, они начинают более активно себя вести. Поэтому самое главное для нас – это в хорошем смысле, этого слова – расшевелить людей и сподвигнуть их, как-то стимулировать на хорошие, малые дела, большие дела, на любые, самые главные, позитивные дела. На территории парка были установлены фотозоны и несколько интерактивных площадок, на которых гости мероприятия смогли поучаствовать в мастер-классах от опытных спортсменов международного класса и показать себя. На одной из площадок проходил воркаут – уличный вид спорта, в котором упражнения выполняются на самом простом спортивном оборудовании – турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях, или вообще без их использования на земле. Акцент здесь делается на работу с собственным весом и развитием силы и выносливости. На другой площадке прошли занятия по пауэрлифтингу или силовому троеборью, приседания со штангой, жим штанги лежа и тяга штанги. А также работали площадки по армрестлингу и пинг-понгу. Встречайте активистов движения воркаут в городе Рязани Александр Дроздов и его команда! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Это все новости на данный момент за событиями. Вы можете следить на нашем официальном сайте, а также в группах в соцсетях. Хорошего вам настроения и до встречи! Продолжение следует... Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться! Говорят, хорошо тут у тебя, а я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? КОНЕЦ